Вот эти устройства я лично протестировал и могу их смело рекомендовать. Всем привет! Скоро будет очередная распродажа в честь десятилетия Алиэкспресс. Она запустится в этом месяце 27 числа и продлится до 10 утра 1 апреля. В эти дни можно купить все вам интересные товары за хорошую цену. И в честь этой даты я сейчас покажу вам 10 моих устройств с Китая, которыми я лично пользуюсь и они уже проверены временем и не только. В описании будут ссылки на эти товары, а также ссылочки на главную страницу распродажи, купоны и на устройства с максимальными скидками. Ставьте себе тот, что присмотрели в корзину и покупайте в день распродажи для максимальной экономии. Ну а мы начинаем! Приятного просмотра! Цифровой автокомпрессор. Работает от прикуривателя и длины кабеля хватает для комфортной подкачки любого из колес. Выглядит он стильно, функционален и занимает очень мало места. Сначала хотел купить у себя на рынке обычный компрессор, но передумал, так как такого там попросту даже близко не было. И посмотрев рыночные сцены, сразу стало понятно, что Алиэкспресс мне в помощь. Компрессорам очень доволен. Точный цифровой дисплей может проверять давление в шинах в любое время. И цифры будет видно как днем, так и ночью без проблем. Вся регулировка понятная. Есть маленький фонарик. Светит он слабо, но если ночью нет обычного фонаря, то присветить им вполне можно. При накачке колеса компрессор сам выключится. В комплекте также идут разные насадки, для мяча например. Подойдет такой гаджет для легковых авто, мотоциклов, внедорожников и даже для лодок. Заявленное максимальное давление 150 PCI. Расход 35 литров в минуту. Мощность 120 ватт. Компрессор реально очень классный, рекомендую. Защищенный смартфон Doogee S55. У младшего брата он уже как год, я ему подарил после обзора. Обычный смартфон разбился бы в дребезги после первого месяца использования, а этот живой. Защищенность это его главная фишка. Но и по железу он также неплох. Гаджет получил большой размер ОЗУ в размере 4 гигабайт и 8-ядерный чип MT6750T. Такое сочетание делает девайс подходящим для запуска современных игр. Китайский смартфон Doogee S55 откликается мгновенно и поддерживает микро-USB карты. Использовать флешку, однако, не обязательно, ведь внутри гаджета имеется целых 64 гигабайта постоянной памяти для хранения различных данных. Дисплей демонстрирует при плотности пикселей 293 ppi весьма четкие и красочные изображения. Матрица IPS, а высокую прочность лицевой панели дает стекло Gorilla Glass 3-го поколения. Цветопередача корректная, а запас яркости является достаточным для того, чтобы хорошо видеть информацию даже на ярком солнце. Если вам нужен надежный защищенный смартфон, то к Doogee S55 можете смело присмотреться. Беспроводная мышь MotoSpeed G50 очень хорошо лежит в руке, имеет прекрасную эргономику и попросту выглядит круто. Что для меня важно, так это встроенный аккумулятор на 400 мАч. Он позволяет мышке работать очень долго. Я ее заряжаю буквально раз в месяц. И это при ежедневной работе. Зарядка очень быстрая через Type-C. Bluetooth поддерживает разные версии Windows, а также macOS и Android. Мышь работает на частоте 2,4 ГГц по Bluetooth и через стандартный USB приемник. Главной фишкой, которой я пользуюсь очень редко, является возможность работать одной мышкой сразу на четырех устройствах. То есть на одном устройстве, например на ПК, можно управлять через USB приемник, а на трех других, например ноутбуках или планшетах, которые могут стоять возле вас, вы можете управлять подсредством Bluetooth. Снизу мышки есть кнопки, которыми вы будете переключаться между устройствами. В общем мышка топ, лично пользуюсь уже больше года и смело вам ее советую. Сушилка для обуви с озонатором. Пригождается в основном осенью и зимой. Вещь необходимая в каждом доме, серьезно. Электросушка поможет сохранить обувь в сухости в течение всего года. Она обезвоживает и высушивает обувь благодаря тепловой конвекции и подходит практически под любой размер ботинок. Ее также можно использовать для обогрева обуви в холодную пору года. Вам больше не придется одевать мокрые ботинки в холодную погоду и тем самым ставить под угрозу свое здоровье. Достаточно просто прийти домой и воспользоваться этой удобной электросушилкой. Вы даже можете выйти по своим делам, а устройство прекратит свою работу самостоятельно за счет заранее установленного таймера. А зонатор реально убивает запах обуви в процессе сушки, хотя его можно включить и без режима сушки, чтобы просто убрать запах. Камера видеонаблюдения В общей сложности у меня было две камеры Reolink на обзоре, и они обе достойные. Но расскажу я вам сегодня про RLS410WC, потому что я заказывал еще две такие камеры своим родственникам и сам устанавливал. Они работают без проблем и все с ними хорошо. У нее четкое видео, 2560 на 1440, прочная конструкция и есть датчик движения, а также инфракрасная подсветка. Камера пишет звук и работает через Wi-Fi. Что нужно от хорошей уличной камеры, в ней все есть. Также в корпусе есть слот под флешку. Это чтобы она писала всю информацию сразу на карту памяти. В подключении нет ничего сложного, работает камера через фирменное приложение на смартфоне или на ПК. Настроить можно сразу несколько камер. Для просмотра происходящего как одновременно, так и можно будет переключать на отдельную камеру и смотреть только через нее. Угол обзора горизонтальный 80 градусов, вертикальный 58. Она не боится дождя, снега и солнца и подойдет для любого дома или квартиры. Система контроля давления в шинах. Довольно занятная вещица. Не знаю, пригодится ли этот гаджет опытным водителям, но для новичков типа меня очень даже полезная вещь. Через две недели после покупки авто я пробил колесо. И так как у меня была небольшая шишка на резине, я подумал, что это из-за нее машина как-то странновато себя вела, а не из-за того, что колесо подспускает, да и ночь была. На утро взглянул на резину, я понял, что ей хана и пришлось покупать две новых передних резины. В общем, если бы у меня тогда была такая система, то я сразу бы услышал сигнал с блока управления о том, что давление в колесе упало и нужно остановиться. И сберег бы деньги на покупки новой резины. Система показывает не только давление в ваших колесах, но также и температуру в каждом из них. Работает блок управления от батареи. Она в свою очередь подзаряжается либо от солнца, либо от сети. Я брал датчики, которые накручиваются на ниппель. Есть еще и такие, которые нужно вставлять внутрь колеса. Система действительно очень интересная. Автомобильное зарядное устройство. Очень простое, понятное и рабочее для легковых и грузовых авто с функцией восстановления АКБ. Зарядное устройство под управлением микропроцессора обеспечивает полностью автоматическую зарядку в три этапа. Присутствует защита от перезарядки. А еще устройство защищено также от переплюсовки и короткого замыкания. Режим восстановления АКБ – это специальный режим зарядки, при котором аккумулятор заряжается длительными циклами и восстанавливает свои свойства. Я лично зарядку пользую вовсю. Зарядил уже несколько раз аккумулятор свой и друга. Оставлял на трое суток на разных режимах без отключения. И все работает, как и должно быть. Хорошая и недорогая зарядка. Смело берите на заметку. Беспроводные наушники с крутой батареей. Они просто великолепны. Удобные и продуманные беспроводные накладные наушники смогут радовать воспроизведение музыки на протяжении 35 часов, как заявляется, а по факту так еще дольше. А зарядка не превышает 3 часов. Когда нет возможности зарядить аккумулятор, можно подключить стандартный кабель длиной 1,3 метра и продолжить наслаждаться качественным звуком. За передачу звука отвечают 40-мм драйвера с неодимовыми магнитами, которые передают насыщенно и сочно низкие частоты. Наушники очень удобные на голове. Выглядят стильно, звучат достойно и работают несколько дней без подзарядки. Это просто то, что нужно. Двухканальные беспроводные реле. В моем случае для управления светом. Иногда неудобно пользоваться стандартными механическими выключателями, а выключатель с дистанционным управлением, который позволяет управлять нагрузкой, находясь в удаленности от стационарного выключателя, это комфортное решение. Я подключил прожектор в гараже к этой схеме и теперь управляю включением и отключением света с помощью пульта. Вообще комплект предназначен для создания удобного управления освещением, электронными дверями и воротами, двигателями, а также другой электроникой. Вариантов очень много. Подключается все просто, но я также оставлю ссылку на свой ролик, где все понятно показал. Приемник для поступления сигнала должен быть установлен в комнате или на улице, на расстоянии соответствующему рабочему радиусу действия пульта. В приемник встроено реле, которое и управляет нужной нагрузкой. Стерилизатор щеток в ванную. Также одна из полезных китайских покупок себе в дом. В промежутках между чисткой зубов на зубной щетке остается большое количество микробов, которые не удастся удалить обычным промыванием водой, а влажная среда ванной комнаты способствует активному размножению микроорганизмов. Справиться с этой проблемой как раз и поможет стерилизатор зубных щеток. Он, благодаря современным технологиям и бактерицидной ультрафиолетовой лампе, обеспечивает надежную чистоту зубной щетки за 4-6 минут. Также данный прибор является держателем для пяти зубных щеток и диспенсером для зубной пасты, что позволяет автоматически дозировать количество пасты. Вот такие устройства были мною заказаны с Алиэкспресс. Что вам больше всего понравилось и вы хотели бы себе приобрести? Напишите об этом в комментариях. Помните про распродажу в честь десятилетия Алиэкспресс? Это неплохой повод закупиться разными гаджетами для дома и для себя. Ссылки на главную страницу распродажи, купоны и на устройства с максимальными скидками будут в описании. Переходите и смотрите. Спасибо всем, кто ставит лайк и подписан на канал. Нажимайте, пожалуйста, также на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Был рад сегодня для вас стараться. Веселого вам настроения и удачи. Пока-пока.